Медиклаб Бета Сегодня проходит ярмарка распродажа, одна из задач, которой собрать средства в пользу благотворительной организации Центра лечебной педагогики, а с другой стороны рассказать о благотворительности, о ее открытости, показать людям, что мы умеем и что нам доверяют, и что сюда пришли и издательства, и актеры, и музыканты, которые представили свой труд, результаты своей работы, для того, чтобы мы могли собрать здесь средства. Это была выставка протестных плакатов этой зимы, прошедшей, начиная от «Вы нас даже не представляете», оригинального плаката, самого знаменитого, до разных других. «Стильному обществу лидер не нужен» был хороший плакат, ну совершенно разные, многие креативные вещи, которые были. Две девушки в костюмах, «Рего» там присутствовали, известные по проспекту Сахарова и так далее. Ну, в общем, это было живо, красиво, интересно. Вообще, в Москве сейчас идет процесс завоевания городского пространства разными культурными деятелями, и это очень здорово, на самом деле, потому что Москва становится более пестрой и интересной таким образом, и люди начинают ощущать, что это их город, и это очень здорово. Мне кажется, это главное на данный момент. Есть масса свободных площадей, пустующих зданий, есть масса парков, которые не используются по прямому назначению, у них никто не заходит, потому что там некрасиво, не убрано, или потому что просто те развлечения, которые там предлагаются, давно не актуальны. Говорящий рот. Ну, запомнились, конечно, ламбадо-маркеты, и кажется, что вот такого формата событий не хватает, потому что они бывают примерно раз в полгода. И кажется, что это большие промежутки, хотя, может быть, я просто не знаю каких-то проходящих событий. Ну, вот хочется побольше каких-то встреч людей, может быть, с детьми, или просто взрослых людей по поводу. В январе то, что я последнее посмотрел в кино, это было для меня очень большим культурным событием. Я про фильм «Шапитошоу» говорил. То есть это было одно из самых ярких впечатлений за год, это уж точно. Сейчас начинается «Золотая маска» фестиваль, он уже идет, в принципе, он в разгаре, и я надеюсь, что там будет что-то интересное, запоминающееся. Ну, вот недавно я была на выставке в Доме музея фотографии на Остоженке, на выставке криминальной фотографии 30-х годов, ну, начиная с 30-х годов, американские фотографы при полицейских участках, которые снимают, там, убийства, место преступления и так далее, но они иногда так увлекаются просто фотографией, что это скорее интересные снимки, чем действительно вещдок там, ну, или что же. А театр – это же как музыка, ты ее увидел, услышал, и все, это исчезло, а дальше только воспоминания. Мне кажется, что хорошие воспоминания не всем нужны. Добрые, искренние. Мы ставим взрослые спектакли в исполнении детей, и получается невероятно искренне. Мне кажется, что слишком много то, что называется поп-культура для детей, и то, что показывают по телевидению, крутят на детском радио. Есть очень хорошие коллективы детские с прекрасными голосами, танцами разными всякими. Они профессионально сделаны и упакованы, но они абсолютно безвкусные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok